В нашу рубрику «За Красноярск обидно» обратились жители Солнечного. Они уверены, строительный забор мешает ученикам 156-й школы идти на уроки, а снегоуборочная техника и без того узкий проход превратила в снеготвал. Мы выехали на место. Мне очень обидно за наш Красноярск, наш любимый. И за то, что дорожные службы у нас вот так работают, всю грязь на тротуар. Но обидно на самом деле за людей. Жители микрорайона Солнечный на полусогнутых идут мимо строительного забора. Кто-то после уроков из 156-й школы, кто-то в магазин по встречке, а кто-то, наверное, в химчистку, затирать грязь от бетонной стенки. Видео этой козьей тропы прислала в нашу рубрику «Елена». Настолько узкий и бугристый сейчас проход вдоль улицы Светлова. По той тропе падала не один раз. Сибиряк поставил забор на середину тротуара. С одной стороны отвал от чистки дороги, с другой стороны бетонные плиты. По этим катакомбам вот так вот ходим. Тут же дети ходят, прыгают, как козлята. Делать приличный крюк вокруг стройки для жителей тоже не вариант. Иду на автобусную остановку, и теперь новый маршрут пустили. А дети-то с нашего дома в детский сад и в школу, поэтому это ходят. Или по проезжей части дороги, или за забором. Родители им запрещают по этому тротуару ходить, потому что боятся, что ногу сломают. Забор, мне кажется, он тут стоит по технологии. Тут не видно, где край дороги. Если бы чистили как-то, там было бы место для прохода. У людей масса претензий к состоянию улицы, но с кого спрашивать? Вопросы есть и к строителям, и к районной администрации. Летом на выдающийся забор еще можно было махнуть рукой, но сейчас он явно вытесняет пешеходов. Кажется, впервые можно позавидовать детям, которых издалека подвозят на школьном автобусе. Разойтись на таком тротуаре сложно, троим тем более. Снежные навалы превратились в ледяные глыбы, и техники придется постараться, чтобы вот эти айсберги отсюда убрать. В пресс-службе администрации советского района сегодня удивили жителей заявление. Вся земля у 156-й школы, по данным мэрии, принадлежит строительной компании «Сибиряк». И дороги, и тротуар, и подъезды к школе, а значит, по логике чиновников, и расчистка из снега там тоже должны заниматься строители. Ждать, что это сделает город, видимо, не приходится. Только вот в компании «Сибиряк» с таким распределением обязанностей не согласны. В фирме подтвердили, что готовятся строить на участке дома, и забор в этом месте необходим для процесса. А вот снег якобы не их забота. А администрация пусть занимается уборками снега. Я работаю в соответствии с законом. Я сейчас периметр закрыл. Я планирую его второй половине года. Доработаю основание, доработаю проект. Там будет 11-12 дома. А можно ли сдвинуть забор с тротуара, чтобы люди там ходить сейчас могли? Пешеходная дорога специально вставлена перед школой. Мы же ее и делали, пешеходная, которая ближе к школе. Ну, вдоль забора не надо ходить. Теперь жители, которые не согласны ломать ноги в узком проходе, думают о том, чтобы обратиться в прокуратуру. Или доказать через госавтоинспекцию, что на участке опасная для пешеходов ситуация. Может, тогда у мэрии получится вступиться за гражданский интерес? Конечно, жители Солнечного всегда рассчитывают хоть на какое-то внимание властей. И так уж получилось, что 156-ю школу, когда только сдавали, здесь вокруг ничего не было. Вот чистое поле практически. А сейчас идут стройки, появляются новые дома. И родители, и школьники вот в этом кольце строительных заборов. Остается ждать, когда вся инфраструктура здесь наконец-то построится. Это была рубрика «За Красноярск обидно». Если у вас тоже есть неразрешимые вопросы или вас что-то возмущает, снимайте горизонтальное видео с кодовой фразой «За Красноярск обидно». Присылайте нам по телефону 202-22-22. Номер сейчас на экране. И становитесь участником акции, за которую вы тоже можете получить 2000 рублей. Условия акции на сайте primadefistv.ru. Анастасия Цыганова, Андрей Ткачук. Новости Прима.